Всем здравствуйте! Интернет-магазин Antilife.com представляет вам обзор сравнения аккумуляторов от самых лучших моделей с экраном Full HD. Я уже проводил данный обзор с моделями большого размера 5.7+, и в том рейтинге у меня выиграли ZOPPO в лице ZOPPO 950+, и CESAR A9800, его OEM-версия. Сейчас перед вами iOcean X7, THL W8+, ZOPPO C2 и ZOPPO 980. К сожалению, мне не получилось показать вам в этом обзоре UMI X2 с аккумулятором 2500 мАч, по причине того, что их сейчас нет на складе. Но будем снимать обзор с тем, что есть. Итак, iOcean X7 и его аккумулятор 2000 мАч, THL W8+, и его аккумулятор тоже в 2000 мАч. Далее у нас идет оригинальный ZOPPO C2, и его аккумулятор тоже на 2000 мАч. Ну и, наконец, ZOPPO 980, и, как всем тоже известно, тоже 2000 мАч. И так, я тестирую аккумуляторы данных устройств через программу Antutu Tester, которая тестирует аккумулятор, разряжает по-своему, выстраивает, присваивает определенный собственный балл этому всему делу. Ну и давайте посмотрим, какие же баллы у нас набираются. Итак, телефон iOcean X7. Нет, начнем мы с THL W8+. Как ни странно, к моему огромному удивлению и разряжированию, THL W8+, показал минимальный результат. Всего лишь 569 баллов. В принципе, это нормальный результат для 2000 мАч, для 5-дюймовых экранов. Это означает, что программка тестировала данный смартфон на максимальных частотах процессора порядка 3-х часов. 569 поделить на 3, ну, там вот примерно, примерно вот такое число получается. На третьем месте из 4-х у нас iOcean X7, который показал чуть-чуть лучший балл, чем W8+. Напомню, что тут тоже 2000 мАч. В принципе, это стандартный, это нормальный, хороший, обычный показатель. Ничего особенного в этом нету, но ничего плохого тоже. А поэтому идем дальше. Как я уже говорил в начале этого обзора, в прошлом обзоре у меня победил Zopa 950+, и на втором месте была его OEM-версия с показателем чуть-чуть меньшим, чем у оригинального Zopa. И теперь смотрим Zopa C2 и Zopa 980. Итак, данная модель Zopa C2 показала 667 баллов. В ту очередь, как Zopa 980 набрал, внимание, 601. В принципе, баллы, опять же, не слишком отличаются от тех, которые показали аналогичные модели с аналогичными дисплеями, с аналогичным объемом, точнее, емкостью аккумуляторов. Но, опять же, стоит сделать вывод о том, что Zopa имеет самые качественные аккумуляторы, и Zopa имеют самые хорошие прошивки, как минимум, в данном контексте, в плане аккумуляторов. И, как ни странно, то есть, топовая версия 980 проиграла версии Zopa C2. Я не думаю, что разница тут есть в аккумуляторах, я думаю, что разница есть в софте. То есть, у этой модели своя прошивка какая-то, какая-то версия, у этой модели своя. Поэтому Zopa C2 лидер в данном мини-обзоре. 667 баллов при максимальной яркости. Спасибо за внимание! Делайте свой выбор, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если вам нравятся мои обзоры. Всего доброго!